Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Добро здоровиться! Так сказать, как говорится, а чем занимается Петрович? Кратенький отчет, я вам все говорю, что я делаю травник. Вот смотрите, что я так сделал. Кратенько, кратенько, так сказать, отчитаюсь. Значит, мой травник состоит, он называется о свойствах трав, минералов, тканей и других веществ, а также об их влиянии на здоровье человека. То есть, травник с таким вот подназванием. Введение, тут будет изложено, что, что, как, то есть, понятие такое, холодная натура, там, сухая натура и прочее, прочее. То есть, чем оперировали раньше древние врачеватели? Далее, вот прежде чем начать лечение травами, минералами и так далее. Так, вот тут я все говорю. Тут первое, что надо делать. Второе, быть добрым все время. Добрым все время. Добрым все время, можно так сказать. Вот есть такое понятие осознанности. Осознанности, когда вы, допустим, находитесь в компании людей и вы контролируете свое поведение, то, что вы слышите и так далее. Потому что бывает, ну, просто слушаем, беседа идет, и вдруг какая-то фраза, которая вас, так сказать, затрагивает за живое, и вы начинаете что-то там буровить, считая, что вас оскорбляют или считая, что надо высказаться и так далее. То есть вы не контролируете себя. А вот когда вы контролируете, вы подумаете, а стоит, допустим, высказываться, стоит ли на это дело как-то реагировать, ну, насколько там это важно, согласно обстановке. Вот, то есть стараться быть не добрым все время, а осознанным, осознанным, чтобы вы сами себя могли контролировать. То есть, когда вы сами себя контролируете, вы, как бы сказать, невольно более-менее начинаете контролировать и пространство, в котором вы находитесь. Ну, если происходит событие, на которое вы не повлияете, ну, не пытайтесь это сделать. То есть, всегда должна быть такая мысль, на что вы можете повлиять, на то влияете, на что вы не можете повлиять, ну, можете это принять, можете это просто-напросто отстраниться от этого. Далее тут, значит, очень важно самовнушение, значит, что это я пишу, значит, это вообще-то устаревшие мои взгляды, но тем не менее у них что-то такое есть, хотя бы я сейчас изложил бы это и по-другому. Ну, например, вот, проснувшись, повторяйте самовнушение. Теперь я продолжу мое лечение, которое мне так полезно и которое скоро исцелит меня полностью. Я верю в целительные силы природы, я раскрываю эти целительные силы саму себе, они делают меня все более и более здоровым, жизнеспособным, молодым. Я бы сейчас, я бы сейчас эту формулируюку изменил бы. Значит, я продолжаю свое не лечение, свое самооздоровление, которое мне полезно, которое не скоро исцелит меня полностью, скоро-скоро-скоро кормит. Знаете, которое меня исцеляет, я чувствую себя здоровее с каждым новым моментом, с каждой новой секунды. Я верю в целительные силы природы, я их чувствую в себе, я чувствую, как они работают. Я раскрываю эти целительные силы в самом себе. Ну, это так, дополнение как бы. Они делают меня все более и более, они делают, и когда там сделают, да, вот. Я раскрываю эти целительные силы в самом себе, я чувствую их могучую поступку, их омолаживающее действие. Я просто-напросто восторгаюсь этой целительной силой, которая во мне, которую Господь дает через меня. Я люблю этот мир, потому что все в нем сделано с любовью, для любви и для меня, и для таких, как я. А, совсем другое дело. Так, ну ладно, там, значит, о том мы что-то задержались. На этом далее, такая, подраздел действующее начало в растениях. Важно понимать, а что в растениях действует. Вот эти все формулы, там, микроэлементы, витамины, это, конечно, хорошо. Это хорошо. Но есть и другие древние и оккультные тексты, описывающие действия трав. Тут и ботаника действует, вот оккультная ботаника, интересная вещь. Оккультная ботаника, как бы сказать, вот эти оккультные науки, это не значит, что это какие-то лженаук. Это могут оказаться теми науками, которые современная наука отбросила по причине непонятия и непринятия их. Хотя они работают. То вот, видите, душа и растения есть, есть программа развития конкретного растения и так далее. Тут я разобрал уже для себя то, что, знаете, написано, не написано, вот это все. Очень интересно. Знаете, вот чем я занимаюсь вообще-то? Я занимаюсь самообразованием. Что тут влияет? Вот, смотрите, таблица 1. Полевая форма жизни растения – это соответствие сознанию человека, основу жизни и оказывает на нее общеукрепляющее действие. То есть уже на человека полевая форма жизни. Что такое полевая форма жизни? Это когда мы только растение сорвали, и оно еще светится. Вот это, знаете, вот эта голограмма свечения, вот это вот, вот это как раз и есть полевая форма жизни. Именно она уходит в первые же моменты времени. Ну, допустим, грубо говоря, через час уже свечение может быть особое не быть. Оно ушло, растелось. То есть растение, как бы сказать, умерло. Сначала это все происходит на полевой форме жизни, на уровне. Так вот, когда мы свежие растения, мы вот эту полевую форму жизни растим и укрепляемся. Потому что вот полевая форма жизни, энергия жизни, она практически у всех живых существ одинаковая. То есть мы работаем на одном, на одной и той же энергии, на жизненной энергии. Далее, корень, основа жизни – аналог желудка. Вот если желудочно-кишечный тракт у нас работает, значит, все обновляется, все работает, все прекрасно. Поэтому корнеплоды тоже немножечко, знаете, так как покусывайте. Ствол соответствует спинному мозгу, ветви соответствуют нервам, листья соответствуют легким. Цветы локализации избытка силы между нахождением органов воспроизводства. То есть если вы хотите укрепить, значит, свою, так сказать, половую силу, которая проявляется в виде избытка. И если избыток вообще жизненной энергии, значит, у вас вот этот половой аппарат работает, как у мужчин, так и у женщин. А нету, да он в первую очередь сворачивается. Зависть растения соответствует женскому началу, а пыльца соответствует мужскому. Хлорофилл, зеленая кровь, сок соответствует энергии, циркулирующей по нервам и превращающейся в импульс мозга, семья и другие ткани. Ну это так, таблица 2. Части растений и излечиваемые болезни. Ну так кратко. Корни излечивают болезни костей и укрепляют. Ствол мяса, ветви сосудовые, жил, кора кожи, листья болезни полых органов, то есть это желудок, желчный пузырь, тонкая толстая кишка, мочевой пузырь и семенники. Цветы органов чувств. Плоды. Кстати, достаточного количества жизненной энергии обеспечивают хорошее восприятие через органы чувств. И также хорошо очищенный организм также этому способствует. Плоды плотных органов сердца, легкие, печень, селезенка, почки. Семена стимулируют половую потенцию и жизненно с организмом. Ну там дальше, дальше. Таблица 3. Я люблю вот эту таблицу. Знаете, чтобы вот это все как-то было это. Понятно и ясно. А не то что там. Слово оферта. Что такое оферта? Это оказывается договор с заранее внесенными условиями. Вы этот можете договор принять. Можете не принять. А условия, так сказать, и останутся. Так. Таблица 4. Соответствие стихии пространством. Растение огня. Таблица 5. Соответствие стихии знаку зодиака. Стихии в воду. Та-ра-та-та-та-та. Ой-ой-ой. Зодиакальные признаки растения. Вот раньше было. Значит, мало кто в единице понимает значение вот этого зодиака для жизнедельности вообще планеты. Зодиакальных созвездий, поделенных на 30 градусов, их всего 12. И никакая там не 13-то там, говорят, змеи, змееноса там или еще там что-то такое. Не может быть. Потому что пространство все, значит, красиво и поделено на равные, значит, вот эти вот сектора. И вот в каждом из этих секторов 30 градусов. Ну, допустим, там считается, что Овен. Овен просто, знаете, вот как бы сказать, вот это вот первое пространство назвать. Вот 30 градусов. И чем оно отличается? И вот через каждые 30 градусов пространства меняется энергетика. Вот в чем дело. И вот эта вот энергетика, эта энергетика, она влияет на все, что имеется, естественно, на планете Земля и на все-все-все процессы. Кто это понимает, тот может преуспевать. Но надо понимать по-настоящему, а не так, знаете, что-то там где-то слышал и так далее. И вот растения, отмеченные знаком Овна, знаком Огня, растения, отмеченные знаком Тельца, они холодные и сухие. То есть это Земля. Ну и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это все интересно. Разбираешь, конечно, в этом. Есть люди, которые в этом даже работают. Они не работают там с этими микроэлементами или еще. Они понимают, что, допустим, человеку не хватает энергетики соответствующего знака. И откуда эту энергетику взять? Да, пожалуйста, вот. Так. Планетарная классификация. Ой-ой-ой-ой-ой. Видите, как я тут копнул. Ой, собрал все относительно растений. Вкус растения. Листья и стебель указывают покровительствующую планету. В зависимости от того растения, это, грубо говоря, Солнце, Венера, Меркурия, Луны. У них и листья соответствующие. И растут они в соответствующем месте. Допустим, я так понимаю, Луна, они где-то будут расти ближе к влажным местам. Планетарные признаки растений. Ой-ой-ой-ой-ой. А это только начало я начал. Знаете, сколько я уже страниц? 303, а я только три страницы прошел. Ну, пробегим, голубом по Европам. Так. Биоэнергетический резонанс между цветами и людьми. Оказывается, есть такая вещь. Роль энергии, запасенных растений в лечебном практике. Действие вкуса. Какой? Вот сладкий, как он действует. Кислый, как он действует. Подробнее же им образом описано. Горький вкус, как он действует. Ой-ой-ой. Жгучий, вяжущий. Терпкий и безвкусный. Вот безвкусный, что она делает, как в летном? Она увлажняет, размягчает и расслабляет. С силой Луны. Ой-ой-ой-ой. Качество энергетического воздействия растений на организм человека. Качество энергетического воздействия растений на человеческий организм. Вот как раз из книжки «Ненужная для неуча» и «Для неуча», понимаете? Ну, это так называл Амирновлад Амасяцца. Вот она книжечка. Видите, я справляюсь. И тут же рядом у меня находится большая медицинская энциклопедия. То есть я, как бы сказать, сопоставляю древние рекомендации с современными. И как они работают, как они соотносятся и где у них общие. И, значит, как раз вот «Ненужная для неуча» 50 свойств растений окажут. Они могут вызывать зуд, могут разъедающе действовать, сжигающе, уплотняюще, ну и так далее. 50, представляете, это. И вот подробно теперь рассказано, что это такое вот 50, как. Сначала они перечислены, потом они вот разбираются, кто до этого. То есть это, ну, можно так сказать, светоч, это я светоч. То есть это очень редкий человек, которого, знаете, в задницу не тычет, а он сам вот работает над собственным самообразованием, самопониманием, воплощает это всё в жизнь, между прочим. А не просто так, знаете, что-то, лишь бы вам интересно сказать. А вот есть кит на 150 метров где-то там. Ещё это вам надо. Вот чтобы это всё можно было применить к себе. И обучается. Причём, знаете, вот не просто что-то там рассказать, а именно на совесть, чтобы ты сам понял, как сказал он. Материальные действующие начала в растениях. Ну, теперь пошли углеводы, там, глюкоза, всё это такое полно. Полностью, знаете, разбор такой. Белки, что, что, как, продукты, жиры, пектиновые вещества. Кстати, вот встречаются в современном, там, допустим, рецептах, там, что пектиновые вещества действуют, действуют какие-то там камени, не клуб камеди, а камеди – это смолы, слизи, минеральные вещества. Пошли тут что-то, что тут, как тут они действуют. Вот органические кислоты, витамины, так, это что, витамин, то и всё. И самое важное понимать, что естественные витамины. Вот мы, я так на себе понял, мы очень люди, очень доверчивые люди, им скажут, это витаминчик, он работает. И если этот витаминчик, грубо говоря, в морковке свежий, он будет примерно и работать хорошо. Если же этот витаминчик умудрятся как-то там его выделить с той же морковки, зашушить, пересушить, запрессовать в таблеточку, он уже будет совершать совершенно иное действие. А если они его ещё получают как-то более искусственно, то, знаете, это только одно название, говорит, вот он будет действовать, как витамин С. А на самом деле, вот смотрите, витамин С в шиповнике, да насыпьте вы там хоть это самое, пол-литровую банку шиповника и заварите, грубо говоря, литром кипятка. То есть это сильнейшая концентрация будет этого витамина естественного С, но вы его будете потреблять и особо на вас ничего не скажете. И в то же время попробуйте баночку витамина С искусственного скушать вот целиком раз, и вы можете ласты склеить. Так, мягко выражаясь. Физиологически активные вещества растений, вот я всё это дело изучаю, вот есть такие алкалоиды, а что это такое? За это что они делают? Гликозиды. Что это такое? Что они делают? Антрогликозиды, сапонины, гликозиды горечи, кумарины, флавоноиды, дубильные вещества. Подробнейше описано, чтобы ясно было, что это такое. И, кстати, в растениях, когда есть химические, значит, в растениях будет такая, ну как бы сказать, маленькая статейка, ну абзацик, в котором будет химический состав этого растения. Что, что, в том числе, там, вот это всё перечислено, эфирные масла. А вы уже будете, непонятно, возвращаетесь к началу этой книги и смотрите. Смолы, каучу, заготовка растительного сырья. Кто может собирать лекарства на растения? Видите, подготовка человека к сбору лекарственных растений. Где необходимо собирать лекарства на растения? Когда необходимо собирать лекарства на растения? Действия человека во время сбора трав, способы заготовки и хранения растительного сырья. Вот, и такая тема. Так, раз, и дальше уже пошло полностью разбор. Кто, что, чего, как, разъяснение. Особенности года, особенности лунного цикла во время сбора растений. Это же тоже всё влияет, особенности суток, виводы, календарь сбора лекарственных растений. Ну, плюс ещё в каждом растении, там, в описании, будет дана информация, когда надо собирать это растение. Осенью, там, летом, либо, там, весной копать, там, и так далее. И что? 37 я прошёл ставить. Далее, общие сведения о способах использования, дозировки и извлечения лекарственных начал из растительного сырья. То есть, общее представление. Хотя, в каждом уже растении там будет дано, что и что. Вот, живое растение, живое растение. Я уже говорил, что живое растение, если в высокочастотном поле его просвечивать, вокруг него видна аура. Как эта аура исчезает? Это тоже мёртвое растение. Всё, полевая форма жизни ушла, то есть, энергия жизни ушла. Сорваны растения, как там, тара-та-та, потребляют всё это такое. Заболевание кишечника можно лечить, да. Важно знать, в какую цель используются теленные растения при лечении ниже следующих расстройств и болезнях. Так сказать, сначала, в общем. Заболевание кишечника можно лечить. Не просто при поносе, воспалении кишечника. Второе. При болезнях слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, язвы и так далее. Третье. При болезнях, связанных с развитием несвойственной микрофлоры. Четвёртое. При расстройствах и болезнях, связанных со слабой секреторной и переваривающей деятельностью желудочно-кишечного тракта. Пятое. При избытке газа в жидком стуле. Шестое. Необходимо просто закрепить стул. Седьмое. При гастритах. Восьмое. Есть такая вещь. Особое внимание занимает растения, улучшающие состояние главной железы организма печени. Желчеобразование. Поддержание нормального состояния функционирования печени. Это другие растения. Девятое. При заболеваниях легких. Это таратататататататататат. Видите, как это. При сахарном диабете. Кстати, сахарный диабет, конечно. Конечно, с ним можно справляться и нормально еще жить. Просто-напросто, особенно при сахарном диабете второго типа, который возникает постепенно и вот это вот проявляется То есть тут можно диетой, нагрузками и вообще изменением жизненного уклада добиться того, что тогда все будет нормально работать Но кто этим занимается, кто об этом говорит? Вот тебе таблеточки, вот тебе это, вернее как ты шел к болезни, так ты продолжаешь идти усугубляясь Так, дозировка лекарственного сырья, перечислены, какие ядовитые растения, какие не ядовитые, что, что, как Общее, 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 знаете, вот как справочник только раз, я хочу сделать это мощнейшим справочником, который не имеет аналогов в современном мире Я думаю, такие-то и были, были, но со временем просто-напросто их куда-то отложили Кстати, мои книги тоже могут отложить, забыть вы это, их не забрасывайте никуда, они вам пригодятся Так, излечение лекарственного начала из растительного сырья, очень хорошо Как извлекают? Смотрите, отвар, настой, что это такое? Напар, это самые такие простые Спиртовые вытяжки, масляные вытяжки, мази Редкие способы излечения действия начала из растений Это бальзамы, указывается, есть ссылка на парасцельца, который называл бальзам арканом То есть твердым веществом, бессмертным до известной степени, бестелесным, изменяющим, восстанавливающим и сохраняющим телесные силы организма Из растений сил или солей, три способы излечения То есть соль Марса, соль Меркурия Ну и примерно основание морозника Так, потом дёготь при приготовлении диктярной воды Так, цикутовех излечения первого энца Это, так сказать, рецепт розенкрейцеров Универсальное противоядие есть Положительная вода, отрицательная вода Действие цвета, как красный цвет влияет То есть, благодаря, допустим, фильтрам, которые, допустим, стакан с водой Вы можете красной бумагой обернуть, можете, там, синей бумагой, можете, там, голубой, можете, ещё там какой-то И уже это, в свою очередь, и, так сказать, немножко подержать Да, хотя бы здесь, на свете, лучше всего ещё на солнышко так показать Вы уже можете подзарядить соответствующим цветом воду Которое подействует Влияние растений на полевую форму жизни Диск первый, фиолетовый Как он влияет? Интересно, соответствие растениям О, это всё, видите, как-то Вот ты начинаешь заниматься, и это всё потихонечку тебе идёт И вот после того, как мы вот это вот немножечко описали Приступаем к описанию конкретных трав и способам их применения Ну, естественно, часть первая Травы, свойства и применения Аир Сначала идёт описание В описании очень важно Это уже чисто научное описание Смотрите, аир Семейство арониковое, ароидное Аир – многолетние травянистые растения Желательно В других я Обязательно ещё по латыни, как она называется Потому что мы думаем, что это аир А оказывается, аиров, разновидностей их очень много И какой-то будет лечебный, какой-то нелечебный Поэтому обязательно должно быть описание Вернее, название на латыни Потом уже пошло понятно Аир – описание Потом сбор, хранение Свойства Свойства с точки зрения средневековой медицины Химический состав Из чего он состоит Применение И дальше уже применение пошло Как его применять? Отвар Как делаем? Ага Смотрите Вот, допустим Чайную ложку То есть, отвар Корневища ира Значит, как приготовить Потом Для чего мы его используем? При стоматите Ларингите Хроническом танзелите Ангиле Сбор То есть, сбор Корневища и солодки голые Что там для чего? При бронхите Пневмонии Пошло-пошло в ванны Как в ванны делают Так, кстати Кто-то там спрашивал Про выпадение волос Так Значит, в ванну Принимают днем Или перед сном При ревматизме Подагре Экземе Аллергических Изменениях кожи Выпадение волос То есть, кто-то спрашивал Насчет выпадения волос Причин огромное количество Это все в конкретном Варианте Можно только что-то разобраться Они просто так От чего могут? От всего могут Выпадать волосы И, наконец-таки Не просто это самое Все положительное А положительное Противопоказание Ну и начнем Дальше я, так сказать Особо не буду А вот Посчитаем Аир Раз Алоэ древовидное Два Значит, тут даже Из истории Есть что, что и как Очень интересная Статья получилась Я совсем недавно Сделал Применение Тара-та-та-ра Та-та-та Ох ты, какая большая Алоэ барбадоска Это третья Алтей лекарственная Четвертая Травка Пошла-пошла Четвертая Запоминаю Базилик Обыкновенный Пятая Базилик Эвгенольный Это шестая Трава Естественно Это рабочий материал Не окончательный Этот Собрал Потом надо еще Вдобавок Все это пройти Просмотреть Проверить Белладона Она же Красавка Это у нас Седьмая Травка Барбарис Восьмая Смин песчаный Бессмертный Песчаный Это девятая Балегалоукрабчатый Десятая Запищем Восемьдесят Девять Восемьдесят Девять При этом Ну Не знаю Сколько там Может быть Трав Двести Двести Пятьдесят При этом Знаете Те травы Которые У нас Имеются В России Не просто Где-то там Где-то там Достать Вот то Что имеется У нас Небольшой Отчет По травникам Я с вами Отчитал